Итак, здравствуйте, друзья. К нам обратилась Екатерина, которая пришла к следующему запросу. Это, Катя, какой запрос? Что тебя беспокоит? Что хотела бы убрать из своей жизни? Меня весьма беспокоит мой страх сцены. При том, что я уже давным-давно занимаюсь музыкой, и с детства вроде все было в порядке, а в какой-то определенный момент я стала выходить на сцену и понимаю, что дико волнительно, ужасно, начиная где-то в рояле живота, начиная с какой-то животный страх, и начинают потеть ладошки, вылетает весь текст из головы, и когда я сижу за роялью, понимаю, что я совершенно не думаю о музыке, и только бы там нигде не сбиться, и что меня начинают осуждать за каждую мою неправильную ноту, и чем больше я об этом думаю, тем больше я избиваюсь. Хорошо. А где еще может, может быть, у тебя проявляется вот этот вот страх, вот этот вот осуждение? Больше нигде, исключительно. То есть у тебя задача сейчас конкретно избавиться от вот этого страха во время выступления? Уступления, да. Хорошо. Где-то обращалась к кому-то, пыталась как-то другим способом убежить? Пыталась сделать что-то сама, начиная с каких-то элементарных фототренингов, просто, грубо говоря, уговорить себя, что все хорошо, что я все могу, все у меня получается. Ну и вот дошла до медитации, когда перед вступлением просто выравниваю дыхание, и тем не менее все равно это не настолько эффективно, как это могло быть. То есть есть что-то, что ты хотела бы убрать, что тебе мешает? Да. Хорошо. Хорошо, тогда приступим. Теперь твои глаза, смотри мой руку. Сделай приятный блок и вдох. И на выдохе закрывай глаза. Расслабься. Распущу ее вниз. Расслабься полностью. Полностью расслабься. Когда отпущу ее вниз, то распусти еще лучше. Хорошо. Меденье, мягче. И вдвое расслабление. В два раза меньше силы в произнесении ослепчатся. Расслабляйся еще больше. Расслабляйся больше и больше. С каждым выдохом ты чувствуешь себя в безопасности, комфортно. Слышишь только мой голос. С каждым выдохом ты погружаешься максимально глубоко. На этаж номер номер. Находишься в этом месте. Итак, ты где? В армонии. В армонии. Сколько лет тебе? Около шести. Расскажи, что за чувства возникают в тебе? Чувствую меня. Мягко. А ты что чувствуешь форму и цвет? Темно-синяя форма. Квадрат. Квадрат. Один, два, три. Ты где? Помещение на улице. В каком возрасте? Я маленькая, но не знаю. Что ты видишь перед собой? Что происходит? Я вижу рогет. Чувство в тебе есть? Это чувство страха? Есть. Что происходит там? Напиши ситуацию. Я вижу, что мне есть, только когда нужно играть. Рассказывай, что происходит там далее. Я сажусь за районами, у меня дикое волно-миномое. У меня трясутся руки, они мокрые. Мне нужно что-то сыграть. Так, что дальше? Мне приедет страшного возраста, 4 класса. А что там было, расскажи. Выгнали с уроком. Из-за чего? Из-за меня научила в домашнем здании. А расскажи про ситуацию. Более подробно. Ленинг заниматься, пришла в урок, не выучила тет. Участница норгалась. Хотела звонить в мою, а у нее очень сильно, ничего было страшно. И сказала забрать вещи уходить за нас. Она что-то испытывала в тот момент, какое чувство, когда на тебя встречала участница? Стыд и страх, что она позвонит в мою. Страх тот же, который ты испытываешь, на состоянии находясь одной. Очень похож. А, где она распорудовается? Угу. Она чувствовала стыда, где она была у тебя в теле, посмотри. В районе затылка. Затылка, да? А что тебе в тот момент хотелось сделать? Спрятаться. Это так же спрятаться, как и при... Да. И она на тебя начинает отвечать, да? Она не кричит, она чуть-чуть понесила голос. А что ты испытала в тот момент? Боязнь, страх. Страх в животе такой же, как ты испытываешь эндземный или другой? Да, хочется... Как будто закрыться. Закрыться от этих громких звуков. Спрятаться. Да. То же самое чувство в животе присутствует, страх или нет? Да. Оно там ощущается, как знакомое или как новое? То есть, знакомое, как будто ты испытывал его раньше, уже, то есть, ты же знаешь, сталкивалась с ним. Или же новое, как будто оно... Знакомое. А находясь на экзамене, ты испытываешь где-то внутри себя что-то подобное боязнь этого, что он тебе повысил голос? Или нет? Впоследствии. Впоследствии, да? Угу. А что он потом будет стыдно? Если оно у тебя уже ощущается в 4 года, как знакомое, значит, было что-то ранее? Какая-то ситуация ранее? Мне почему-то приходит, что я что-то сделаю, мне очень хорошо, и мама ругается. Связано с этим возниканием чувство страха в животе. Один, два, три. Ты там. Что там происходит, посмотри. Что появляется? Мама не довольна, что-то. Это уже один голос. Мама не довольна, сколько тебе летом? Или может быть месяц? Не маленькая, не точно месяц, а сколько-то лет. Совсем маленькая. Ага. Годик-два там примерно посмотришь? Верно. Я что-то разбила. Ты что-то разбила. А можешь описать ситуацию? Вот ты за 5 минут оказываешься до возникновения конфликтной ситуации. Один, два, три. И ты за 5 минут до развития ситуации. Опиши, что там происходит. Хронологически, посмотри. А мыть посуду я кушаю. Угу. Я разливаю что-то. Угу. При осторожность. Угу. Мама не довольна. Она не кричит. Она не довольна. А как видишь, что она не довольна? Она... Она... Что-то решила. Она говорит... Я вижу, что она... Мимика. Угу. Сердитая. Сердитая. Нахмурилась, да? Да. Ты испытываешь там это чувство? Да. Оно ощущается там как знакомое или как новое? Как новое. Ты до этого раньше его не испытывала, да? Нет. Для меня это что-то внезапное. Скажи дальше. Что происходит? Мама нахмурилась. А что дальше с тобой происходит? Что мама делает? Я начинаю плакать. То есть ты увидела, что мама нахмурилась, и ты начинаешь? Мама... Ну, она говорит мне что-то. Угу. Параллельно она вытирает то, что я раздумала. И мне не нравится то, что она в таком настроении. А ты можешь помнить, что она тебе говорит? Ну, что я должна быть аккуратной. Принимай вибрацию твоего чувства. И вместе с этой вибрацией начинай выражать все, что не выразил. А как она хочет сделать, ничего не стесняйся, сделай все, что нужно. Да, дай ей выйти просто, а нужно. Вот этот инстинкт спрятаться, чтобы в котором ты сколол вздухли. То есть ситуация, когда ты маленькая, Катя сидишь за столом. Когда ты разбила что-то на стол, и мама сердится, очень сильно вытирает. Входи в это чувство, в страх, в животе, да? Становись. Скажи, если раньше было 100%, сколько сейчас остается? Около 60%. Около 60%. Даже меньше. Хорошо. Сейчас входи в то, что остается. И понимаешь, что ты уже в безопасности. Что все уже прошло. И будучи вот этим чувством страха в животе. Сколько процентов сейчас соединяется, сколько остается? 20%. Хорошо. Катя, тебе снова около двух лет. Ты в ситуации, когда разливаешь что-то, и мама начинает на тебя хмуриться, так как разлиться, да? Возникает чувство в теле, чувство страха. Сколько процентов осталось? Ну, не возникает. Ну, я не страшно. Не страшно. Процентов уже ничего не осталось, да? Нет, я не чувствую страх. Я понимаю, что они права, но это мне не страшно. Все мы ошибаемся? Сейчас еще компатя, мне кажется, в ситуации, когда ты находишься на концерте или на экзамене, одна, тебе нужно выступать одна. Вот ты стоишь перед стеной. Один, два, три, ты оказываешься там. Расскажи мне, что происходит, что ты ощущаешь? Ты одна, сцена, экзамен, сидят преподаватели, понимающие, зрители. Что ты чувствуешь? Что ты думаешь? Собранность, концентрация, совпадение. Я знаю, что я сейчас зайду, и мне просто нужно показать все, что я умею. Чувства страха испытываешь? Нет, чувства собранности, всех мыслей. Хорошо, продолжай, ты выходишь на сцену. Что ты чувствуешь при этом все это? Ты там, ты на концерте, одна на сцене. Я фактически спокойна, и мне просто нужно донести все то, что я уже сделала. Страх есть? Страха нет. Есть легкое ощущение оттестности за то, что я делаю, но оно не мешает мне. Хорошо, если реагировать по-новому. Там, где ты нервничала, боялась, делала ошибки из-за этого, ты ведешь себя по-другому, уже снова было полностью спокойно, комфортно. С первой ситуации с мамой начинаешь двигаться вверх и позволяешь себе делать все, что ты запрещала, боялась или каким-то другим причинам не могла сделать. Делаешь это по-новому, позволяешь себе это делать и хвалишь за то, что ты это делаешь. Ты боялась ошибиться? Ты ошибись. Похвали себя за то, что ты ошибилась, что ты позволил себе ошибиться и раскрыться дальше. Так вот идешь по всем ситуациям до настоящего момента. Представь ситуацию, когда ты оказываешься на экзамене или где-то на выступлении, на концерт, соответственно, в филармонии где-нибудь. Ты выбираешь себе тяжелую тему произведения, начинаешь играть, и вдруг ты ошибаешься. И видишь, как твой преподаватель Сергей Георгиевич нахмурился и недоволен. Словно та ситуация с мамой. Когда ты разделал что-то, она так же нахмурилась и начала в жизнь как-то недовольство. Как ты реагируешь на это? Спокойно. Тебе возникает какое-то чувство в теле? Ну, тогда спокойствие. У меня-то там ничего страшного. Как ты реагируешь на это все дальше? Я просто иду дальше. Я не зациклюсь на это. А ты испытываешь удовольствие от выступления? Да. Теперь понимая, что ты можешь реагировать спокойно, комфортно, уверенно во всей ситуации, где раньше был стакан, ты можешь еще испытывать удовольствие, радость. и просто счастье от того, что ты делаешь то, что тебе нравится. И не важно, что думают другие, главное то, что ты можешь выразить себя. И в следующей ситуации ты будешь чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно, когда будешь одна на сцене, не рискил. Катя, расскажи, пожалуйста, твои впечатления, что ты испытывала, когда только начала регрессировать, вот в детство, по чувству пошла в ситуации более ранние. Расскажи, какие испытывала эмоции, чувства и так далее? Насколько это было реально? Это было очень реально, это внезапно возникло как-то в подсознании, наверное, да? Очень четко увидела нашу старую квартиру, кухню, как мама стоит спиной ко мне, моет посуду. Сколько тебе лет было примерно? Вот, ну, примерно около двух, вот, ну, плюс-минус там, да, вот, так сказать, какой-то. Вот, ну, я вижу, что я сижу вот такая маленькая, сижу столом, кушаю, и зачем-то пустянула с рукой, в этот момент вот этой частью переворачивается кружка, что разливается на стол, и вот этот вот, и я понимаю, что сейчас повернется мама, и я чувствую, что она вот сейчас, ну, как бы, ну, наверняка будет довольна, но вот вижу ее, нахмуренность и даже немного злобу, как мне тогда показалось, и она начинает у меня повышать голос, и вот это чувство, когда страшно, не хочется спрятаться, хочется что-то изменить, чтобы так не случилось, как-то найти зону комфорта. Вот, и после того уже, как проработали этот момент, я вернулась опять в это ощущение и понимаю, что все нормально, если ты только сегодня подумаешь, там провела что-то, всякие, ничего, бывает совсем. Ясно, что там, а так, расскажи, что там было, что у нас еще. Насколько реально все были переживания у тебя? Очень реально. Действительно реальное для меня, это было очень удивительно, потому что, вот, я вот, как будто тогда, как маленькая, как будто, на самом деле, находилась в том, находилась в тот момент, в том месте, и слышу, что говорит мама, и все это происходит, и самое главное, начинаю ощущать эту вибрацию, скованность тела, и как именно начинает, что происходит у меня внутри, и как с этим справиться, и вот, еще страх того, что я не понимаю, что это происходит, что это, почему сковывается, и страх еще больше, от того, что я не понимаю, что это происходит, то есть одно на другое наслаивается, то есть мы нашли чувство страха, которое вот, мучило, мучило, надеюсь, что все сделали, красиво мучило Катю, на концертах, вот, волнение-то сильное очень, да, мы нашли в детстве, в два года, когда на нее, ну, расследовалась мама, правильно? Да. Расскажи, пожалуйста, как вот изнутри, вот это ощущало, вот это чувство страха в животе, которое вот тебя мучает, на концертах, как ты его ощущала, находясь в состоянии гипноза, вот эта энергия твоя? Знаешь, вот этот вот как будто сгусток, какой-то темной, черной, какой-то субстанции, ну, пусть это даже будет энергия какая-то, оно как будто расходится по всему телу, и из-за этого получается дрожь, а после того, как вот ты говоришь, отпусти, да, делай все, чтобы отпустить эту энергию. Ощущение, как будто бы я смотрю на это со стороны, как будто я вижу какое-то облако энергетическое, темное, и оно в рамках каких-то. Я наблюдаю за тем, как она выходит, распространяется, вот как будто бы вокруг, но она уходит, и я ощущаю это, что в теле ее, как бы, она покидает меня, и из-за этого становится легче, и в какой-то момент я ощущаю полную легкость и прекращение вот этой вибрации тела. Напомни, пожалуйста, где возникало у тебя чувство вот этого страха, когда ты была на концерте, одна на сцене? В районе желудка, вот как-то здесь. И там была эта энергия, как ты говоришь, да? Да, вот она оттуда исходила, то есть не сверху, не снизу, не сбоку, а вот именно из центра, вот, и она распространялась в разных местах. Вот она, это был эпицентр, откуда она шла по всему, вот телу сковывала, да? Да, да. Хорошо, расскажи вообще впечатление, как вот от процесса самого терапии, вот этой, да, гипноза, как у тебя страшно, не страшно, то есть боялась ли ты поначалу, после того, как ты это прошла, какие у тебя выводы, может, из себя сделать и посоветовать людям, которые вот хотят, но боятся? Ну, вначале, конечно, страх, не то, что страх, а вот волнение, потому что ты не знаешь, что будет происходить, и чем это все может обернуться, и там, получится или не получится, надо просто отпустить все эти мысли, просто следовать всем указаниям, что ты слышишь, почувствовать себя, почувствовать все, что с тобой происходит, на самом деле, все здорово, находишь какие-то новые уголочки там в себе, еще те, которые ты никогда не открывал, вот, поэтому, все классно, здорово, ни в коем случае не бойтесь этого, если хотите, обязательно нужно сделать. Хорошо, мы постараемся записать спустя какое-то время, когда у тебя будут вот эти концерты, записать уже твой отзыв после всего, как оно работает. Спасибо тебе большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!